Так, ну что, ребят, хотите еще немножко мотивации и заряда, и вообще веру в то, что законы вселенной и протяжения работают? Если да, тогда не отключайтесь. Значит, что сейчас произошло? Сейчас я возвращаюсь со встречи с Оксаной Гришиной, и... Вау, короче, я даже сейчас, ну, я прямо сейчас только-только включил камеру, чтобы как раз, ну, снова передавать вот эти вот эмоции, которые до меня захлестывают, и, так скажем, ну, мешают-мешают говорить, вот, потому что, ну, вы, короче, все это видите. В общем, в чем история? Как я и говорил, я вчера или позавчера написал ей письмо, ну, повторно, да, о том, что, ну, так и так вот, давайте уже встретимся, расскажу немножко предысторию. Значит, когда я попал на эту выставку, это тоже отдельная история, конечно, вот, ну, посмотрите. Значит, я, когда зашел на выставку, я начал просто ходить по стендам, а потом подумал, так, стоп, Андрей, ты находишься в Штатах, ты находишься в Вегасе, ты находишься на выставке. Вспомни, зачем ты приехал сюда в Штат, разве ты приехал в Штат и просто ходить по, ну, по выставке и любоваться на все, что здесь происходит? Ну, отчасти да. Вот, но глобально-то цель была развивать компанию, строить бизнес, и я подумал, окей, значит, надо взять ноутбук и ходить по стендам, и, в общем-то, знакомиться, общаться и искать, какие потребности есть у наших потенциальных клиентов. И вот ходил я, ходил очень полдня, и потом смотрю стенд Оксаны Гришиной. Думаю, дай-ка я подойду, ну, а поскольку я, ну, как бы, как сказать, знаком с ее заслугами, ну, условно говоря, это такая, ну, для меня это как вот Мария Шарапова, то есть это человек, который из России, но который добился вообще колоссальных высот, и, в общем-то, ну, и живет здесь, в Штатах. Ну, просто потому что здесь больше возможностей для человека, который, ну, уже, уже, в принципе, в России максимально всего добился. Так вот, и я подошел просто ей сказать спасибо, ну, и, соответственно, без каких-либо мыслей, да, что-то и предложить и так далее, там, по графике и... В общем, я подошел, сказал спасибо, она у меня спросила сразу же, ой, а ты, типа, чего ты, что ты здесь делаешь, чем ты занимаешься? Я говорю, я занимаюсь вот видео. Она такая, вау, типа, дай, пожалуйста, свои контакты, мы с тобой свяжемся, ну, а, и напиши мне, дала e-mail, вот, дала e-mail и... Так, еще какая-то киношная студия, дала e-mail, ну, и говорит, напиши, потому что я делаю шоу, мне это все надо, интересно и так далее. Вот, ну, я, собственно, сразу же ей практически написал, и она не отвечала, потому что она как раз выходила замуж, и... Ну, я понял, что, окей, сейчас ей точно не до этого. Вот, и тут пару дней назад я... Что, пару дней назад? Пару дней назад я понял, что скоро пора возвращаться в Россию, и, думаю, надо, надо всем написать, кто так или иначе мне долго не отвечал, ну, как-то подытожить, так скажем, да, какие-то дела незавершенные. Сейчас, секунду. Так вот, я ей написал, и она практически сразу ответила, вот, и мы договорились о встрече. Вот, мы договорились о встрече, и, ну, как сказать, ну, классно прошла встреча, но что самое интересное, это как раз вот готова к мотивашке. Мое письмо пришло ей в тот момент, когда они с мужем сидели и думали о том, а какое им видео... Короче, она едет в Москву буквально через неделю, и они думали, им надо сделать интро к их шоу. Вот, и они как раз сидели и думали, типа, как это сделать, у нее муж немножко-немножко в After Effects что-то понимает, вот, и он нашел, ну, темплейт, ну, шаблон готовый, и начал смотреть, как его можно адаптировать под их задачу. Вот, и понял, что там есть, ну, короче, много для него сложных моментов, вот, и в этот момент приходит письмо от меня, в котором я, по сути дела, говорю, что я вот это все могу делать, и, в общем-то, и хочу это для вас делать. Вот, ну, и они поняли, что все, короче, это знак, надо встречаться. Вот, собственно, ну, это еще не все. Сейчас самолет пролетит. Собственно, мы встретились и, ну, общались вообще там о их планах и задачах, а об этом пока рано говорить, ну, то есть, как, чего там, какие перспективы, все это, короче, к черту ожидания, да. Ну, а что самое интересное, что, вот, вот, как наше с ней знакомство, да, получилось, то есть, я без всяких каких-то там, ну, без всякого намерения что-то там продать и так далее, да, к ней подошел. Так же и сейчас мы разговорились, а ее муж, ну, как-то, короче, я сказал, что я еще вот кино занимаюсь, там, увлекаюсь и все такое. Вот, а он тоже, видимо, этим очень увлекается. И, ну, когда, ну, Оксана куда-то отходила, вот, он спросил, а что по кино делать, я говорю, 28 панфиловцев. Он такой, вау, типа, короче, круто, 28 панфиловцев, да, я знаю, это вообще, ну, прям, респект, там, все дела. И, ну, самое клевое произошло, когда я говорю, ну, давайте тогда рил вам свой покажу, там, киношный. Ну, точнее, это не так было как-то топорно, как-то это все гармонично было, вот. И я ему показываю свой рил, и на второй секунде он такой, стоп, подожди, останови этот кадр. Такая, в общем, я останавливаю кадр, это в моем риле, это второй кадр, где я убираю современные машины в проезде по Москве. И он такой, слушай, я твой шот, короче, помню, я, я когда, говорит, что-то изучал, я помню, что ребята показывали твой шот и говорили, что вот это вот, там, типа, наш ученик. Он говорит, я так этот, ну, так для меня этот шот вообще запомнился, вот. И, ну, то есть это я к тому, что, опять-таки, ну, такой триггер сработал, да, для человека. Вот, это, конечно, очень здорово. В общем, что, в общем, какая история. Сейчас я во влоге стараюсь не говорить даты, потому что, ну, потому что предыдущие два месяца вы, наверное, могли заметить, что он у меня выходил где-то с опозданием в полтора месяца. Вот, сейчас, сейчас мы с вами практически это все исправили, и я думаю, что в концу, ну, где-то к середине декабря вы будете уже смотреть видео, ну, как бы, с задержкой, ну, условно, с задержкой, там, в дней пять. Так вот, но сейчас, что я скажу, сейчас, в общем, 20, 20 число, 30 числа будет вот это мероприятие в Москве, и, ну, привет, собачки. Вот, 30-го будет мероприятие в Москве, а им нужно сделать открывающее видео для их соревнования. Точнее, это будет, в общем, это будет такое первое соревнование в России, где наши российские атлеты в семи категориях победившие, они получат прокарту Айвб. Для тех, кто не знает, до, ну, до этого времени получить прокарту в России, это было что-то нереальное. То есть все наши спортсмены, они ездили в, ну, в заграничные, участвовали в зарубежных турнирах. И, ну, представьте, как сложно победить в зарубежном турнире. Соответственно, победа тебе в таких турнирах дает прокарту. Прокарта тебе дает возможность участвовать в, в общем-то, в профессиональных этих чемпионатах Олимпии. Вот, а это, соответственно, это спонсорские контракты, это, ну, это какие-то уже денежные призы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, в общем, это будет знаковое такое событие для российских спортсменов. Вот, и Оксана хочет сделать вступительное видео к этому мероприятию. Вот, и очень попросила его сделать до 25-го, потому что 25-го она улетает. Ну, и чтобы у нее, просто чтобы было спокойно о том, что все окей. Потому что не факт, что она там во время перелета и подготовительных всяких этих моментов будет иметь вообще возможность все это полноценно посмотреть. Вот, в общем, у нас есть 5 дней. Сейчас я жду от них все материалы, которые у них есть. Мы, я им помогаю сформировать, ну, так скажем, техническое задание. И мы это делаем. Как так или как-то иначе. В общем, мы делаем этот проект. Вот, и обо всех дальнейших перспективах я вам, ну, рассказывать не буду. Буду рассказывать только, когда они будут уже действительно, ну, будет сделан первый шаг в этом направлении. Поэтому, еще раз, еще раз вау, это так вот работает. И это прямо, ну, это фантастика. Еще, еще, конечно, дождь сегодня был, это тоже так забавно. Ну, вот, я даже сейчас, это вообще максимально, по-моему, холодная погода. Ну, ни разу не было такого, чтобы у меня руки немножко мерзли. Вот, но, но есть, есть такой момент. Вот. Такой, это, это, это еще. То есть, опять-таки, я в этом тоже вижу только плюсы. Почему? Потому что, потому что, потому что этот день, ну, для меня запомнится надолго. То есть, он запомнится, ну, не только, да, этой встречей, а еще запомнится этим ощущением. Потому что, вот это вот ощущение, что ты идешь, и тебе, ну, тебе прохладно, как бы, да. Вот. И это вдвойне усиливает, да, вот, общее, общее впечатление. Вот, поэтому это еще один такой момент насчет позитивного мышления. Потому что кто-то бы мог сказать, блин, короче, дождь, все, отстой, там, солнца нету, что за фигня, там, да. Кто-то бы сказал, там, это, типа, дубак, там, и все такое. Кто-то бы сказал, что из-за дождя, там, пробки, наверное, сейчас в городе. Потому что, ну, прикиньте, когда у тебя, не знаю, 300, ну, 360 дней в году солнце светит, да, и, там, 5 дней в году идет дождь. Когда, ну, то есть, ты реально, как водитель, ты, наверное, в такой, в дождь, ты вообще не понимаешь, как, как, что делать, как водить машину и так далее. Вот, но, опять-таки, да, с какой мыслью вам выгоднее жить? Думать о, ну, негативных вещах или концентрироваться на конструктивных, да, каких-то моментах, вот. И очень хочу, чтобы вы развивали в себе вот этот скилл, во всем находить классные-классные какие-то вещи, вот. И, причем, это, ну, ни в коем случае не думайте, что это для вас будет обременительно. Буквально месяц практики такой, и, ну, вот, то есть, у меня сейчас просто уже, ну, реально даже... Я даже в сторону, как бы, негатива, ну, это реально очень-очень сложно думать. То есть, я начинаю напрягать мозг, чтобы в каких-то сложных вещах находить что-то плохое. Даже если сложно, я всегда, ну, всегда вижу только крутое. Вот, и, ну, это здорово, это дарит вам улыбку, а улыбка дарит вам, ну, счастье какое-то, да, счастье, радость, приятные какие-то ощущения. Вот. В принципе, в принципе, вот такой небольшой, небольшой апдейт сегодняшнего дня. Что можно, какие выводы можно сделать? Мыслите позитивно, развивайте в себе этот скилл. Будьте открытыми к тому, что вам... к тем знакам, которые дает вам Вселенная. Не стройте ожиданий. Если даже разговор на встрече идет не в том ключе, в котором, как бы, вы себе почему-то представили, расслабьтесь и, ну, просто, как сказать, держите общую, 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 как бы, тематику разговора, но при этом спокойно плывите по течению. Потому что, если вы будете делать все правильно, вы все равно придете к той цели, которую вы себе наметили. Да, то есть банально сегодня на встрече, да, я подумал, типа, зачем мне рассказывать им про кино? Ну, потому что, что-то людей путать, что я еще там и по кино что-то понимаю. А в итоге это, по сути дела, ну, подарило такой, ну, не то чтобы кредит доверия. Ну, короче, вы, наверное, понимаете, да, что когда вот человек увидел тот шот, который он там, для него был каким-то знаковым, и понял, что теперь он встретился с автором этого шота. Ну, вы понимаете, какая тут магия сразу в эти моменты работает. Вот, поэтому желаю вам как можно больше таких вот дней, как сейчас я испытываю, вот, чтобы вы на практике убеждались, убеждались в тех словах, которые я вам сейчас сказал. Вот, и будьте счастливы. И, не знаю, цените, цените, цените каждый ваш день. Вот, даже если сейчас на улице слякать и промозглая погода, ну, что ж, значит, у вас есть больше возможностей, чтобы провести эти дни дома с любимыми вам людьми, либо провести дома, занимаясь, изучая что-то, да, постигая какие-то новые-новые, там, грани и так далее. В общем, мыслите, мыслите позитивно и будьте счастливы. Вот все, что, пожалуй, я хочу сказать. Это еще, наверное, не все апдейты за сегодня, так что до скорого. Когда я сказал, что это еще не все апдейты на сегодня, я даже не предполагал, что следующий апдейт произойдет буквально через секунду. Просто, просто вот, чтобы еще раз объяснить вам, почему я хожу тут и постоянно улыбаюсь. Я закончил это видео вот там вот через дорогу и подошел к столбу, чтобы перейти дорогу в неположенном месте. И в этот момент подъехала машина на перекресток. И, короче, я стою, ну, и как бы я понимаю, так, то есть вот я вот так стою, слева от меня машина. Я думаю, так, сейчас эта машина слева проедет, и я уже буду по сторонам после этого смотреть, ну, оценивать ситуацию, можно ли перейти дорогу. И стою, стою, и машина, короче, что-то не едет. Я думаю, блин, что такое? И так, ну, типа, условно возмущенным взглядом смотрю и думаю, что там, что она там тупит. Вот, ну, примерно такой у меня был такая мысль. Вот, меня еще Л.А. не до конца, как сказать, это, починил. Вот, иногда думаю о людях плохо. А знаете, что водитель делал? Это была девушка, она открыла окно и просто мне руками махала, типа, проходи, проходи, пожалуйста, я тебе уступаю дорогу. Да, я знаю, что ты нарушаешь правила, но, ну, типа, ты же, ты же, не знаю, ты же такой же человек, как и я. Я хочу сделать тебе приятное просто, потому что если я тебя сейчас не пропущу, то, возможно, тебе будет потом долго ждать следующей фазы, да, где не будет машин на дороге. Вот, вот после этого ты реально еще раз повторяешь, что в такие моменты ты начинаешь чувствовать, что все люди, вы одно единое целое. И ты начинаешь понимать, что такое, что такое альтруизм, что такое, почему некоторые люди просто помогают другим людям безвозмездно. Вчера смотрел большой репортаж про Burning Man, ну, я думаю, вы все знаете, что такое Burning Man. Если вы не знаете, то погуглите, ну, вкратце, это огромный фестиваль недельный в пустыне, где люди просто туда едут и живут там, и там потрясающая просто атмосфера, какие-то законы вообще. В общем, это очень-очень волшебное место. И там все бесплатно, то есть там за деньги можно купить только лед и что-то еще, и бензин, что ли. Или я не помню. Все остальное. То есть туда, например, какие-то люди приезжают, они там готовят всем плов, например, да. То есть ты просто идешь, и ты можешь, ну, поесть у них плова. Вот, но при этом ты сам, допустим, ты делаешь, не знаю, что, какие-то мастер-классы проводишь. В общем, каждый человек там трудится на благо общества. И когда у одних художников, которые делали там видеоинсталляции, о, видеоинсталляции, делали арт-объекты, ну, они строили из дерева очень красивые всякие скульптуры огромные. Когда у них спросили, а зачем вы это делаете? Они такие, мы не знаем. Ну, и у них спрашивают, ведь это же стоило очень много. Они такие, да, мы типа делали этот проект там 4 месяца, и нам это стоило порядка 15 тысяч долларов. И у них парень спрашивает, ну, а зачем, в чем же фишка? Они говорят, мы не знаем. Он говорит, а что вы сделаете после того, как фестиваль закончится? Они говорят, мы сожжем все это. Он говорит, блин, а вам не жалко? Они такие, да нет. И потом у девушки, ну, у девушки-художника, она говорит, о, я поняла, зачем мы это делаем. Мы это делаем для того, чтобы показать, что материальные ценности, насколько это все не важно в этом мире. То есть, вы понимаете, ну, я думаю, тут даже ничего комментировать не надо. Подумайте, поживите с этой мыслью, а мы с вами увидимся очень скоро. До связи. Как все-таки здорово иногда ходить пешком. Буквально в пяти минутах ходьбы от моего дома находится. Я думал, что это рентал. Я всегда тут обычно вечером проходил, и вот эта часть была закрыта. А там непосредственно был рентал. Ну, и я думал, ну, окей, обычно киношный рентал, что тут интересного. Но сейчас, когда я проходил днем, увидел витрину, и просто понял, что это магазин, целый магазин для съемок. Блин, ребята, я никогда столько тейпов не видел. Там просто целая полка уставлена, ну, тейпами. Там, тут реально можно все купить, начиная от каких-то фанов, заканчивая краской для, ну, хромакейной. То есть, да, там, зеленой, синей краской. Тут продаются силиконовое стекло, всякие эффекты ржавчины, снега, жидкость для машин. Короче, в принципе, когда тебе надо... А, всякие посуды, которые можно об голову разбивать, бутылку, да, ну, специальные, короче, бутылки, которые тебя не травмируют, но все это выглядит в кадре прям, как будто бы действительно тебе реально стеклянной бутылкой по голове дали. В общем, тут куча всякого стафа, и когда ты собираешься на съемку, реально достаточно сюда заехать, в этот магазин, и ты тут все купишь, вот реально. Я сейчас смотрю, там хомутики есть, ну, просто все. То есть, вот действительно видно, что этот магазин создавал человек, который сам, так скажем, прожил, прожил кучу-кучу разных съемок. Когда тебе посреди съемки нужен переходник, нужен дополнительный удлинитель, нужен там какой-то тейп или что-то еще, где-то что-то подклеить, где-то там что-то как-то еще зафиксировать. Реально все есть, ну, просто, ну, я даже не знаю, чего там нету. Чего я там... То есть, я вот сейчас просто когда думал про наш клип, который мы уже сняли, какие там были задачи, там вот в этом магазине было все. И думаю, сейчас для следующего клипа, ну, предстоящего. Тут тоже есть все. Другой вопрос, что некоторые вещи, например, ткань, она там, ну, так скажем, прямо уж максимально профессиональная. То есть, да, у нас сейчас есть задача сделать в одном помещении черную стенку. И это можно как сделать? Можно купить в строительном магазине пленки. Ну, обычной черной пленки, да, которая, ну, укрывочный материал. И, в общем-то, как-то это все прикрепить. Можно приехать сюда и купить все готовые стеновые панели. Вот, это будет стоить раза в четыре дороже. Ну, опять-таки, вы, наверное, заметили, что я сказал слово «как-то прикрепить». И вот это как-то, когда этот вопрос возникает непосредственно, ну, в момент, в день съемок, вот это как-то тебе может стоить такого времени. Потому что, ну, съемочный день, это реально, ну, это стоит хороших денег. И поэтому, ну, я все больше и больше понимаю, что вариант того, что ты говоришь, ну, ладно, придем на площадку во время съемок, симпровизируем. Нет, вообще не работает. Точнее, работает. Ты, конечно, что-то симпровизируешь, как-то ты это закрепишь. Но ты при этом можешь потерять, во-первых, творческий настрой, а во-вторых, ну, банально время. Вот, и, ну, я понял, что в таких задачах нужно все заранее решить. А если ты не можешь что-то решить заранее, точнее как, условно, если бюджет тебе там не позволяет решить какие-то вопросы заранее, ну, банально, например, ты не можешь нанять людей, которые подготовят помещение, да, ну, для тебя, то есть задекорируют. И ты думаешь, ну, окей, вместе с группой в день съемок что-то придумаем. Вот нет. Это не работает вообще. То есть этим должен заниматься отдельный человек. Поэтому еще раз, еще раз убеждаюсь, что все нужно делать заранее. Вот такие магазины, они позволяют делать это с комфортом. Ну, а вопрос стоимости. Ну, тут как сказать, как вы... Короче, все надо всегда считать, да. То есть, что выгоднее, купить дорогие стеновые панели и за пять минут собрать, ну, декорацию на локации. Или же в день съемок импровизировать, пытаясь сэкономить, там, типа, 100-200 долларов. Но при этом встрять на то, что ты там что-то не успеешь снять, как ты хотел. И так далее. По-моему, тут выбор очевиден. В общем, очень всегда надо все взвешивать. Но глобально, конечно, это знаете, как, например, когда ты собираешься в аэропорт. Наверное, каждый из вас мечтает о том, что как же круто собраться заранее и просто сидеть дома и, ну, условно говоря, заниматься в расслабленном состоянии и ждать времени, когда за тобой приедет такси. Но, наверное, у многих из вас так не получается. В том числе я понимаю вас, потому что я точно такой же. Воскольку бы я не начал собираться, я всегда, всегда просто в последний момент уже начинаю что-то там доделывать в пупыхах и так далее, и так далее. Ну, те, кто меня знают, вы знаете все эти истории, как я люблю бежать на поезд, как я люблю опаздывать на самолет и так далее, и так далее. И я бы даже не сказал, что меня это как-то беспокоит. Я в этом нахожу некую даже романтику. Вот, хотя, конечно, те, кто со мной в эти ситуации попадал, ваши глаза в этот момент были, конечно, не самые, так скажем, дружественные. Вот, но это все-таки эмоции, впечатления, переживания и так далее. У нас тем временем потихоньку солнце выглядывает. Вот, но посмотрим. Завтра-завтра обещают прям солнечный день. Завтра сейчас пришло письмо от Андерса из вот компании, с которой у нас завтра будет встреча по видеоинсталляциям. Тридцатая моя встреча. Он подтвердил, прислал мне адрес. Так что все четко, все по плану. Такой апдейт. Сейчас иду домой, дальше все узнаете, что будет происходить. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...